Окей, мы начинаем новую статью Раваханан Парата, которая связана с Парашатвой Ице, знаменитая тема «Лестница в небо» или «Сулам Яков» или «Холом Якова», что то же самое, а именно «Солнственное видение Якова». У нас так получилось, что мы в прошлый раз уже прочитали кусок из комментариев один из Штензальца, который был на эту тему, поэтому если кто-то что-то помнит, то в общем более-менее нет. Но хотя сейчас Ханан Парат будет совсем по-другому все это идти, но как бы общую канву мы получили. Ну хорошо, Лёнь, давайте начнем читать. Да, это как бы эпиграф, эпиграф, да? Эпиграф, да, зачем такой, да? И уснул, и вот Сулам, лестница... Ну он все-таки не уснул, и уснул было бы Лерадем, в Иохла, в смысле, вот он видит сновидение. Ну да, и приснилось ему, вот лестница стоит на земле, а верхушка ее доходит в небес. Но опять, ее непонятно, это всегда, когда в третьем числе, что непонятно, его якого, либо его лестница. Ну по простому смыслу лестница, да. Да, и ангелы Господни поднимаются и спускаются по нему, ну по ней, да. Да. По ней, да. Ну да, по ней, лестница, да. Да. И Всевышний стоит, ну, наверное, над ним. Это тоже непонятно, правильно? Все непонятности, они сразу и видны, правильно? Да. Потому что опять, стоит на нем. Ну как бы Всевышнему не надо, грубо говоря, на лестнице стоять, правильно? Поэтому на ком он стоит? Ну как бы на якоре? На якоре. Не цав, это не стоит. Аллах, ну видимо, представлен, представлен где-то над ним сверху. Ну вот, наверное, такой простой самый смысл. Ну а сейчас не на лестнице. Ну потому что на лестнице как бы бред получается, правильно? Про ангелов тоже не очень понятно, почему. Потому что по простой как бы схеме, для того, чтобы... А подожди, ты у меня завис. А, да? Не цав, не цав, да, вот сейчас отвис. Не цав, это не стоит. Не цав, это... Не цав, это... Это возвышается. Да. Ну... Не цав, не цав, это... Это не просто стоять. Ну да, не цав мы говорили от слова муцав. То есть вообще не про Всевышнего, а про человека. Не цав это установлено. Тот, кто стоит как бы стабильно. То есть как бы над ним он находится. Ну вот не цав, да... Ну хорошо, перевод из Толдота, он так уяснилось ему. И вот лестница поставлена на землю, и вершина ее достигает небес. И вот ангелы божьи восходят и не сходят по ней. Да? И вот Господь стоит над ним и сказал... А, ну и дальше сказал он. Окей. Давай я дальше прочитаю. Нет проблем, только заголовок про... Заголовок, но он всегда трудно... Сулам Ушмо Адам. Да. Лестница, имя которой человек. Очень интересно. Ого-го, именно так. Именно так. Именно так. Бесефр, Бесефр перешит. Ми параша двоеце валах. Рецеф холомот. Ну только не Рецеф, а Рацув все-таки. Рацув. Ну я думаю, Рацув, да. Хотя, может быть, да. Рацув, ты прав. Рацув холомот, бэхоломот шуни. Да. Вот в книге Берешит от главы Вейцей и далее Рецеф. Это список... Как вы берете слово Рецеф? Не-не-не, сейчас, секундочку. Вот это хорошо с грамматической точки зрения. Да. Ты правильно сказал. Если был бы Рецеф, то это был бы как бы последовательность. Или ряд, правильно? Но вот Рацув – это глагол. Теперь к вам вопрос. Глагол Рацув в пассиве, да? Он к какому слову имеет отношение? К слову, кстати, подожди, я говорю. К какому? Сефер Брешит. Правильно. Сефер Рацув. То есть книга Брешит, начиная с раздела Ваяц, чередуется историями. Вот Рацув в ней... Мне бы слово Рецув здесь казалось бы лучше. Ну, быстро. Но он имеет отношение Рацув в Росефер Брешит. Да. Ну, быстро. Я, да. Окей, приняли. Я бы сказал Рецув. Я поэтому так и прочел. Сефер Рацув. Сефер Рацув. Окей, дальше. В книге длинный список разных снов, да? Разного типа. Ну, Михоломод Яков, ват Холомод Ясеф, в Михолом Сара Амашким, в Сара Афим, ват Холомод Фаро. Правильно. Я сам это писал недавно. У меня есть пост, могу доказать. Я не читал этого. От сна Якова и снов Иосифа до снов этого виночерпия и этого пекаря до снов фараона. Да. Окей. Но нет сомнений, никакого, да, что главный сон из всех них, это самый первый сон, сон о лестнице. И сон лестнице. Сон лестнице, потому что это как бы смехот, правильно? И только хочу еще раз вам сказать, вы поняли, это вообще важное слово, и в современном, вы видите, тоже. Но это Рацув, правильно? Рацув – это то, что на английском, наверное, как бы continuous. То есть это непрерываемая последовательность. То есть Рацув – это, да, вот, да, там, например, Зман Рацув, либо Авуда Рацува. А это без перерыва, то есть у нас без перерыва следуют эти самые. Наверное, от этого же слова, кстати, на иврите, по-моему, там так, Рацив. Рацив – это то, что по-русски перрон называется. Наверное, тоже потому что… А, твой слово, конечно, верно. Это от этого. Окей. Ну, хорошо, ну, прочитай еще. Хочешь я или могу отдать? Не-не, ну, прочитай еще чуток. А-а-а-а… Нигут, а… АНигут Ахаха… Нигут очень славно. Анигут Ахах… Ахах бэйн Мит Сукато. Правильно. А куэмэт… Не, кьюмит слегка, кьюмит. Кьюмит, извиняюсь. Кьюмит Шлияоков, Аниргав,ップэйн Холом, площадь сыгав. Правильно. — Ну, подожди, давайте переведи, ну, может, переведи, потому что тут очень длинная фраза. — Да, да, очень сложно. Противоречия, наиболее острые противоречия между Мацукато... — Есть затруднительное положение. Мацука вы знаете, да? — Трудное положение преследуемого Якова и сном возвышенным, а не с графа, да? — Да-да-да, не с графа — это возвышенный, правильно, есть Мацукато. — Ну, который происходит с ним, как бы... — Ну, смотрите, Покет, ну, вот слово интересное. — Да. — Очень... — Куда? — И поднимающий его ввысь. — Ну, да, Гаво, Миколь, Гаво, то есть дико-высоко там... — Да, ну, слово Покет мне очень нравится здесь, оно такое... — Покет, да, это как сказано про Сару, когда эти ангелы, и все, и через год родится это. И вот Покет, Покет — это то, что делает, вы знаете, от этого слова, слово Покет. Кто такой Покет? — Чиновник. — Чиновник, конечно. — Куда? — Ну, да, а вот важное слово, например, очень часто в современном... — То есть его функционирование, или как он действует, да, оно ниже всякой критики, например, поэтому вот Тивкут — очень важное слово, и, как бы, очень много от этого всяких производных, очень важных в обычной жизни, но здесь Покета, в смысле, то, что он, как бы, с ним происходит, окей? — Ну, это важное, важное событие, событие особо важное. — Да. — Пришло нас научить, что внутренняя реальность... — Почему? Настоящая, но я бы сказал, настоящая реальность. — Аметит, да, аметит, извиняю. — Настоящая реальность... — Реальность не измеряется лишь тем, что открыто, ну, глазу, да? — Все, это вот для этого ты прочитал. Это всем понятно? То есть общий смысл какой? Он говорит, у нас есть противоречия. Человек находится нердак, он в бедственном положении, он убегает. Ну, какие тут сны? Ну, какие тут ангелы и все? Человек убегает с котомкой, там, вообще ничего от преследования брата, который хочет убить. То есть, по идее, это должно быть наоборот. Человек поел, там, сытно поел, вышел куда-то, выпил вина, и вот он что-то такое там бит. А здесь человек куда-то бежит, нердав, беглец. И при чем тут возвышенные сны? И тогда он делает такой интересный вывод. Он говорит, что на самом деле, да, вот это называется мыциют аметит. То есть, реальная, реальная мыциют, реальная ситуация, которая у человека происходит, она не то, что видится глазом. То есть, в наших глазах Яков, он в бедственном положении. Тут не до снов, тут как бы выжить, правильно? А получается, это не так. И вот это надо как-то разрешить. Дальше. Окей. Так я потерял. Вот у меня красный. Да, да, я нашел. Валейтима никуда, пнемит, амэяра бэднефэша адам, баакитс у бахалом, куха агадоль лень шур, мямы цьют ахицу нит, ше аль пне ашетах. Замечательно. Валейтим. Иногда, иногда, внутренняя точка, которая освещает душу человека, баакитс, ахица – это реальность. Ну, да, на самом деле, как бы ахица – это противоположно халому. Халом – человек в бессознательном состоянии, а баакитс – это сознательно, да? И вы понимаете, почему пришло ахица? И про Якова, по-моему, дальше будет, если я не ошибаюсь, что вот он проснулся, тоже как будто наякац, наякац – это как будто кто-то человек его уколол. Бум. Коц – это колючка. То же самое у фараона, да? Фараон тоже первым и вторым сном. Бум. Человек-бум просыпает. На данном случае он как бы говорит бэакитсу бэхалом. То есть сознательно и бессознательно, да? Окей. Куха. Куха Агадоль – большая сила. Да. Ле Энь Шиур – это значит как бы… Шиур, вы знаете, это не только… Мера. Это, кстати, слово «урок». Тоже наверняка взятое из Библии. Урок, говорится, я там задал урок, но не то, что он преподал ему что-то. Это нормально. А еще бывает урок – это как бы часть чего-то, правильно? Мера. Мера, правильно, да. Да, вот Ле Энь Шиур – это мерное. Да. Реальность в внешне, которая на поверхности. Ну да, то есть сила внутренняя вот человека, у него есть некоторая внутренняя точка, и она освещает всю его душу, и он может как бы прозреть, скажем так, да, и презреть, я не знаю, что-то, да, и увидеть что-то. И это получается совершенно вне зависимости от мыциюта, в котором он находится. Почему? Потому что зачастую, зачастую, вот эта внутренняя его освещенность, да, она гораздо сильнее. Это вот написано «Коха Гадоль Ле Эль Шиур», а у нее сила внутреннего освещения, да, она гораздо больше, гораздо больше, чем та внешняя ситуация, в которой находится человек. И это, кстати, мы видели, что многие люди, да, которые находятся в бедственном положении, это было во время катастрофы, во время там гонений и бедствий, и люди, тем не менее, находятся на такой вершине духа. Да, я в наше время приходит Францер Зенцвайк, да, он написал свою знаменитую книгу «Коха Фа Геула», «Звезда освобождения», когда он был прикован к кровати, и вообще, как бы, у него оставалось считанное время. То есть, иногда бывает, что человек, что не связан с физическим состоянием. Физическое состояние жалко, а духовное состояние, оно очень высокое. Окей? Ну, хорошо, следующее. Ань, да? Да, я буду читать до конца. Ну, ты читай до конца. Он до конца этого, имею в виду. Нет проблем, нет проблем. Район Зе, Бали, Дебитуй, Бе, Мимарато. Мимрато. Мимра. Мимра – это высказывание. Да. Амука, Шель, Рабит, Садок, Акуэн, Ми, Люблин. Да. Амаком. Переведи, ну, говори, переведи. И эта идея нашла выражение в глубоком высказывании. Замечательно. Рабит, как и Милюблина, Коэн. Да, 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 он часто его цитирует, да. Да. Амаком, Шев, Макшаватоши, Адам, Немцет, Шаму, Гу, Коля, Адам. Да, потрясающая вещь. Хорошо. Потрясающая. Мысель. Место, в котором находятся мысли человека, там он и находится. Либо, если перевернуть, то получается так. Человек находится реально в том месте, где находятся его мысли. То есть человек может находиться в физическом состоянии, очень жалко, но если мысли у него находятся наверху, то вот он находит, на самом деле, наверху, а не внизу. Вот это потрясающее выражение, по-моему, да. Баймаком, Шев, Макшаватоши, Адам, Немцет, Шаму, Коля, Адам. Причем, Коля, Адам. Это тоже интересно. Коля, Адам. Это не то, что там часть его дичь, он просто, он весь не принадлежит реальности. Он принадлежит в другом месте. Вот это потрясающе, по-моему. Ну, хорошо, и последняя фраза. Можем предположить, да, что это высказание является ключом к раскрытию тайной лестницы. Да, правильно. Пианох – это раскрытие, правильно? Лефанех – это, ну, вот, Йосефа, как его звали. Лефанех – это, ну, кота какая-то открываешь. Пианох – это разгадка. Пианох – это в современном мире то же самое. Пианох – пианох. Что-то у меня с интернетом не знаю. Да, ты висишь время от времени. Непонятно. Но надо будет перезарядиться. Ну, хорошо, пока что держится. Да, все, я замолкаю и даю дальше. Ну, да, нет проблем, нет проблем. Все, Ань, мы переходим к тебе. Да. Так, Амашаль, Анимшаль, Бедимуй, Асулан. Амашаль и Нимшаль – ну, это, как бы, притча и притча. Вот я долго искал, как перевести, честно говоря, потому что на иврите-то понятно, а по-русски никак. Вот мне кажется, перевод я нашел такой – аллегория и ее смысл. Потому что Машаль – это аллегория, правильно? А Нимшаль – это, по идее, ее смысл. Да, это то, что в ней вскрыто. Окей, ну вот Машаль – это притча и то, что в ней… А, то, что она… То, что она изображает, ну, как символизация. И ее смысл. Я думаю, что это аллегория и ее смысл, да? Ну, хорошо. Это Машаль – это аллегория, да? Это Машаль – это Машаль. Книга Мишли, Мишли, она притча. А Бедимуй, Аксасулан, как бы в образе… Да, Димуй – это образ. Ну, отсюда же слово Димьон, да? Димьон – это воображение. Вот Димуй был журнал такой, в котором, не знаю, мои фотографии отпечатали очень давно. Он назывался Димуй. Такой религиозно-сионистский журнал, посвященный искусству. Димуй – это образ, да? Ну, это редкое довольно слово. Но там, не знаю, в статьях по искусству и все прочее он используется. Окей. Десантыр Гаму, читаем дальше. Да. Ну, там, ты никуда-то могла, но это моды тут. Им Машаль Асалам ешь ВЦН. Эдзеврей Арамбам, бептиха Лемурэневухим, а мы в Хин, бейн шней Сугэй Машалим-Машлим Бемикре. Бемикра. 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 исходная точка. Правильно. Этмодедуд у меня было, типа, как соревнование. Ну, да. По-русски опять всегда очень трудно лейтмодед. Нет такого лейтмодеда. Очень трудно. Но лейтмодед, это значит встречать какое-то препятствие и пытаться их всегда сопоставить. Как это в одной... Я написал в разборе аллегории, потому что ну, как бы непонятно, как перевести Этмодедуд, да? Значит, в сборе разборных что-то такое, и Мамашаля Саламве, как бы в образе в аллегории лейтмедедцы, есть, ну, как обозначает... Нет, стоит отметить. Стоит отметить. А, вот, Ежи Сан, стоит отметить слова Рамбама в введении к книге Мурани Бухим, это путеводитель заблудчих. Ну, да. И М. Бухим, где, ну, он, видимо, он говорит о различии между двумя, ну, моментами, запросами, притч, притч аллегории в описании, и вот его слова. Правильно. В Де... 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 Дай, передай. Де ке амашалим амаруим еш баэм шней двалю. Драхим, динокери. Драхим. И знай, что, как сказать, пророческий притч или пророческий аллегории. Да. Есть два вида. Ну, два подхода, два вида. Правильно, да. Два подхода, да. Мээм 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 мэшалим шиколь мэла шебэло то амашаль колэлет эмьен. Правильно. Из них это, ну, одна разновидность. Мэшалим притчи, которые, вот интересно, все слова, которые... Каждое слово, каждое слово. А, каждое слово, который, как сказать, включает или содержит вопрос или что-то. Да, я написал несет смысловую нагрузку. То есть, каждое слово тебе надо понять. А, вот, каждое слово, которое, да, хорошо содержит смысл. Да, правильно. Мээм мээм ашэрколь амашаль мэры альколь аиньян выяву бээто амашаль мэлим работ мэо хорошо, ладно, эйнколь мэла А, вот это ключ эйнколь мэла Так, альколь мэла мээм муссиах муссиафа муссиафа муссиафа, господи, муссиафа дарвар бэто аиньян анимшаль эли анимру амашаль Ну, да. Ну, хорошо. Тут такая слова но, хорошо. И из них это вот одна разница, это, видимо, вторая. А это другая, а это вторая. Это второй подход. И из них такие притчи, которые, как сказать, учат мэре. Нет, нет, весь мэшаль мэре. Там каждое слово, а здесь у тебя много всего накручено, и тебе не надо каждое слово разбирать. Ты должна понять, общий смысл. А там каждое слово. А там каждое слово. Да, понятно? Каждое это хорошо. Ну, да, хорошо. Хорошо. Значит, мэшаль, ну, мэре это что-то типа указывает. Мэре указывает, да. Указывает, да, указывает на каждое слово. На весь смысл. На весь смысл. Был то мэшаль, и в этой, как сказать, в этой аллегории, да. В этой аллегории много слов, очень много слов. и не каждое слово. Да, в котором не каждое слово. Не каждое слово добавляет. Ну, да, то есть не то, что каждое слово несет смысловую нагрузку, добавляет нечто к смыслу. Да, 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 да. Кроме, а добавлено, как это, для красоты. Да, ну, для украшения. Ну, как бы для украшения смысл, дословно, для украшения аллегории. Окей? Леяфот от слова яфе. Все. Яфе, да, яфе. То есть, получается, есть притчи, в которых прям вот каждое слово очень важно. Правильно. А есть некоторые, которые просто вот часть для смысла, а часть просто для красоты все слова. Правильно. И вот нам как раз очень здесь важно, потому что дальше-то Рамбам разбирает именно салам Яков. И важно понять, в каком участии это адресит. Первый, второй. Надо каждое слово разбирать, либо как бы понять каждый смысл. Вот сейчас Рамбам, по его мнению, посмотрите, как он будет объяснять, к какому типу Машалима относится Машаль вот этот халам Яков. Окей? Читаешь дальше? Так. Кадугма ле Машаль шекольный лабо иньен и как в качестве примера притчи каждое слово, в которой содержит смысл, к ше ле Ацмо как для себя. Нет, к ше ле Ацмо сама по себе. То есть, это первая Машаль, каждое слово несет на другую. к ше ле Ацмо к ше ле Ацмо приводит Рамбам в притчу, аллегорию. Да, да, да. Да, да, да. В иенели догмат асук асук ари Шон амина Машалим анагогим умру. И вот для примера вопроса первого первого вопроса первой темы из притч пророческих притч да, да, да. Говорится или сказано и вот лестница установленная или как-то возвышается на земле а голова ее вершина ее достигает небес. Да, правильно. Гарей умру и вот Убру мне не очень понятно наверное вот скажешь что-то типа этого вот сказано вот говорим или говорится сулам муре Алиньян месуим А он месуям месуям значит определенный свой ization Определенный значит вот говорится лестница указание или указание или как получение указания на определенный известный вопрос Он тут повторяет просто такая не таталогия но он просто разбивает сейчас на кусочки и говорит имей ввиду вот каждое слово либо церув милим вот сочетание слов вот каждый из них имеет свой определенный смысл. А они добавлены для того, чтобы просто украсить общую картину. Он сейчас разбивает на кусочки. Первый кусочек Сулам. Второе Мусафаца. Третье. Ну, он сейчас будет повторяться эту фразу. Ну да. Третье, да. Это четвертый кусочек. Ну, поднимаются. А, поднимаются. Поднимаются. В эрдим спускаются. Это шестой. В эмру в эйне ашэм нисах. Аллах. И вот Всевышний стоит или возвышается. Это седьмое, да. Или над ним. Мурэ, лэньян, шеви. Это седьмое пункт. Он разбил на куна смысловые куски. Каждый из которых имеет свой особый смысл. Окей. Дальше. Так. Немцаше коль нела а омра. Амура. Сказанное. Коль амура нела амура бэмашальзэ. Да. И находиться, находим или находим. Немца в смысле, вот ты получаешь. Но у нас выходит или получается. Получается, что каждое слово, сказанное слово в этой притче, это как бы дополнительный это идет по его как бы построению о том, что вот есть такие машины в котором каждое слово оно добавляет или кусочек маленький да, да, да общий как это в общую копилку добавляет в общую это обрастает какими-то дополнительными деталями этого смысла а не просто для красоты сказано вот он в скобках канал Парата объясняет то есть то есть вот каждое слово имеет как бы уникальный смысл да, да свой особый смысл да сверх как бы поверх мы в этом общего то есть мы можем сказать то есть я думаю здесь канал Парата он делает да, он соединяет первое и второе он говорит что с одной стороны можно этот маршаль и в том числе лестится небо можно выразить некоторые как бы общей схеме да и сказать вот этот холом он нам выражает и дальше срезюмировать этот холом но кроме того правильно разобрать каждое отдельное слово либо вот сочетание нескольких подряд слов для того чтобы понять каждый отдельный смысл внутри этого большого смысла окей вот это очень важно очень интересно хорошо читать дальше либо Тимофей так ну просто Тимофей ну давай да Тимофей ты с нами правильно ну замечательно давайте читаем Лер Зеврей Агарамбам да Алену Левхон Левхон проверить просто Левхон 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 не гану гану знаете гениза куда использованные книжки которые негодные к употреблению гениз это такое слово интересное потому что можно сказать слово спрятанное разными словами типа синонимы да Лахби Лахби это просто спрятать вот например Мискак Махабоем это прятки это совершенно простое слово да правильно или Махбо Махбо это укрытие сейчас здесь вся армия ищет где Махбо этого проклятого Сенуару чтобы его там уже наконец прикончить да а вот ганус это высокое слово например очень часто говорятся по-моему это из Таилим Равку Органус то есть это сокровенный смех это что-то сокровенное спрятанное то есть человек так вот как капусту расковыривает расковыривает слои вот доходит до чего-то это Органус знаете Органус Лацадиким вот свет спрятанный для Цадиким это слово Ганус оно очень это какое-то сокровище которое не видно на поверхности вот так вот да дальше Бадимуй Мухаши 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 Шеля Сулам от Сумо Басулям от Сумо ну замечательно так перевести так в свете слов Рамбама нам необходимо понять где Левхон это проверить да проверить как будет экзамен в школе Бохан правильно вот в школе или там университете где угодно называется Бохан Бохан это то что экзамен проверяет Кенот Кенот обогрут это вот экзамен назначен аттестат зрелости например да окей нам надо вот так вот проверить да Эйфо да где 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 пример скрытого да в чем заключается скрытый смысл да внутри аллегории лестницы у нас есть общая аллегория лестницы а теперь давайте разберем на отдельные кусочки и посмотрим какой вот там скрыт вот этот скрытый немшаль ганус вот в каждом из этого есть немшаль немшаль он скажет что это смысл изнутри всей этой аллегории разбить на кусочки и посмотреть как из этих кусочков что он добавляет вот этот скрытый смысл да а вот это интересное слово да вот димуй мухаши что значит димуй мухаши конкретный образ да вот это интересно а как вы считаете слово мухаши от какого слова существительного махшева не знаю то что приходит ну не совсем хуш что такое хуш чувство это сенсор это чувство ну то есть чувство чувство физически у человека есть как я стук шесть этих самых чувств правильно видение слышание там запах и так дальше да когда мухаши мухаши это не интеллектуально это не то до чего человек доходит с помощью логических построений мухаши это ооо картошкой пахнет да или еще вау мухаши он что-то щупает ооо я понял вот это называется мухаши поэтому он говорит что вот это вот немшаль аганус будимуй мухаши что значит димуй мухаши мухаши лестница стоит ну все знают что такое лестница стоит взял лестницу каждый подставляет и забирался внутри этого димуй мухаши лестница которая стоит да нам надо понять немшаль аганус в чем скрытый смысл вот эта идея так вот это а мухаши дальше вот этот димуй мухаши То есть, практически этот самый смысл вот этой образа, кого лестницы, да? Сулам от смо, без сулам от смо. То есть, как бы внутри лестницы есть еще смысл еще какой-то лестницы. Не просто физически стоит лестница, по которой кто-то поднимается, спускается. Понимаешь? Для того, чтобы подняться, спуститься, да? Не очень понятно, зачем ангелам лестница нужна. Вроде они летают, правильно? Зачем им лестница нужна? Тем более, про Всевышнего говорится, что Всевышний стоит, типа, по-простому вообще на лестнице. Но это вообще какой-то бред. А вы как-нибудь слышали, что банки находили по лестницам? Они что, работники сцены, что ли? Вроде летают, нет? У них там крылья есть, я не знаю, еще какие-то приспособления. Зачем им лестница-то нужна? Поэтому внутри этой лестницы есть, видимо, какой-то смысл. Еще какой-то лестницы, которую надо нам вообще правильно показать. Правильно? Окей? Дальше. Идем дальше. ТОК ЦУМАТ ЛЕВ ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-СЛИХАИ На что? Обратить внимание, что слово «сулам», что слово «лестница». Дальше. Так, дальше. Кстати, мне, ну, неважно, «шакрир» слово, «пасомр», как связано, неважно. Вася, значит, «жгура», написано, «мела жгура», а «жгура каём бы пину». То есть, вот это вот слово «сулам», которое, как бы, находится у нас на устах. Потому что «сулам», все знают, что такое «лестница». Он хочет сказать, что на самом деле, как бы, в традиции «сулам» – это такой сложный образ. А не то, что мы привыкли предвидеть, что это «сулам», на который влез, чтобы лампочек там сменить. Правильно? И... И «ехидит». О, «ехидаит», я думаю, «ехидаит». «Ехидаит». Да. «Вээйла ахвэра бехоль микра». «Яхварэ бехоль микра». Смотрите, такие насыщенные фразы, тут куча вообще всего. Во-первых, «ехиданит», «ехидаит слегка». «ехидаит» – это означает «уникальное». Это слово уникальное. То есть, противоречие для нас «лестница». А, «тависулам». Пришел к тебе какой-то мужик менять что-то такое, да, лампочки там, люк, труда. И он говорит, «тависулам», «шахахки лакаха». «Принеси мне лестницу, я забыл взять». Ну, обычно они с собой возят, да. Ох ты. А он говорит, что, на самом деле, это слово, которое «милаш гурабы фину айом». То есть, это слово, которое настолько часто у нас приелось, как бы, в нашей бытовой речи. А оно, на самом деле, уникальное. А дальше. Вот это тоже выражение, которое очень часто говорится. Оно немножко высокое, но в современной ритурсе «эйн ла ах вэрэа». Что такое «ах»? «Брат». Правильно. «Арэа, рэа». Это как бы... Да. Да. Что-то же из знаменитой фразы Елена, когда он сказал, что он сказал. «Вэа втал рэха камоха». Да. Вот это «рэа, рэа». Это как бы близкий человек. «Ах вэрэа». То есть, ему, дословно, ему нету брата и близкого. То есть, вообще, по-русски это просто нет ничего похожего. Нет ничего схожего. Ну, наиврите, так красиво говорится. «Ах вэрэа». «Дебы холямикра». Во всем Писании. Правильно? Угу. Окей. Идем дальше. Все понятно. Да. Дальше. Ну, так, достаточно тяжело. Ну, смотри, тут немножко насыщенные фразы. Я, к сожалению, вынужден, как бы, не то, что вынужден, я как бы, перебиваю, как бы, спотыкач получает. Нет, правильно, правильно. Важно остановиться и это самое, а не целиком, потому что, значит, мы запутаемся. Но, при этом, если разобрать, как бы, на какие-то эти, то мы, я думаю, в целом, как бы, смысл поняли. Да? Дальше. Правильно, молодец. Вот у нас было только штамхиш. Вот видите, было мухаши. Вот мухаши, а теперь глагол... Чтобы проиллюстрировать. Правильно, проиллюстрировать. То есть сделать вам, ну, я не знаю, существенно материально понятным. С тем, чтобы я начал проиллюстрировать. Хотя для слова, есть слово леаер. Это и юрим, это иллюстрации. Но вот здесь леамхиш, это чтобы сделать вам выпукло понятным. Потому что, опять, это связано с хушим. Вы почувствовали, о чем речь идет. Вот есть такое слово в ефиле, да? Леамхиш. Да? Где леамхиш? Да? Дальше. Насколько, насколько... В общем, значение... Ну, правильно, пэшер – это комментарий. То есть, как бы, понятно, да, значение, смысл, как угодно. Но, Александр Ильич, объяснение, да? Ну, здесь от кама эйн, то есть, насколько нет... Насколько, да, объяснение, вот это, или понятие, или комментарии вот этого слова сула, да? Эйн, клаль, баекар. Эйн, пашут, клаль, баекар. Оно вообще совершенно не... Ну, совершенно непросто, скажем там. Эйн, клаль, баекар. Ну, опять, это какие-то синонимы повторения. Клаль – это вообще, а эйкар – это в принципе. Ну, то есть, как бы, вообще нет... Ну, чтобы вам показать, насколько смысл слова сулам традиционный, да, он отличается от того, что мы привыкли говорить про лестницу опять. Вот это вот обычное лестнице, которое человек представляет, чтобы что-то там лампочки менять. Дальше, Ава. Ава, не толь, не дугма. Да. Это перушь, раши. Да. Шейно, митьяхас. Митьяхас, правильно. Бэмишарин. Бэмишарин, да. Дальше. Мишарин, лиминас сула. Давай переводим. Да, вот для того, чтобы вам, как бы, сделать это существенно понятным, да, давайте посмотрим, что Ава не толь, что такое Ава не толь? Давайте возьмем, наверное. Ну, да, но опять, не толь это высокий стиль, правильно, тела отъедаем отсюда. По идее, надо было сказать Бонниках. Мы с временем, видите, мы сказали Бонниках. Давай возьмем. Ну, более высокий стиль, он говорит Ава не толь. Давайте, ну вот. Но опять это типа возьмем. Давайте возьмем, возьмем как угодно. Ле Дугма, да, к примеру, что возьмем? В качестве примера объяснение Раши. Да. Что нет у него. Вот этот Дугма, да, Боннито и Ле Дугма, это Перуш. Возьмем Перуш Раши. А что с этим Перушем? Шейно Митьяхэс, который не связан напрямую со словом Мила. Он просто хочет нам что-то показать, но при этом это напрямую не связано со словом Сулам, Сулам, да, но тем не менее будет нам объяснять. Мишарин вы знаете, а слово Яшар. То есть напрямую не связано. Митьяхэс, это очень правильно. Это современный еврей, да? Например, Лемаза Митьяхэс. То есть чем это связано? Вот Митьяхэс, это слово Яхас. Яхас, это отношение, правильно? Окей, дальше. Как написано в связи с Митьяхэсом Раба. Алибитуй, Олим, Ве Юрдим. Да, ну а выражение поднимается, опускается. Я тоже хотел сказать, но уже промолчал. Потому что вы понимаете, что Седер здесь, он обратный. Они, по идее, должны были сначала спуститься, а потом подняться. Зачем они сначала спускаются, а потом поднимаются? Как-то непонятно вообще. Зачем подниматься, чтобы спускаться? Окей. Если они спустились на землю, да? У тебя есть смысл какой? Подходит Яков? Потому что Матвелы хотят ему что-то сообщить. Или что-то передать ему, не знаю. Ну, по идее, они должны к нему спуститься. Правильно? Такая логика. Они спускаются, выполнили миссию и поднимаются. Совершенно обратный порядок. Почему они, когда при виде Якова, они сначала поднимаются, а потом опускаются? Они что, за распоряжениями наверх поднимаются? Непонятный Седер. Поэтому Раш вынуждены... Ну, как БНВ, он должен это объяснить. Что он объясняет, да? Вопрос, значит, поднимаются вначале, а затем спускаются? Ну, да. Должно же быть наоборот. Правильно. С небес спускаются? Ну, да. Леву! Леву! Да, у это его. Леву ото. Леву. Левуу Баарец. Да. Леву. 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 У меня-то я удостерю. Я, к сожалению, удостерю. Но я говорю... Эн Йоцим Хуцаларец. Леву. Как перевести Малахим? Леву. Баарец. Эн Йоцим Хуцаларец. Англия, которые сопровождают его на земле. Да. И выходят за пределы земли. О, да. Ну, и сразу приводят такой некоторый мидраж, для того, где здесь нету трудность. Ну, конечно, у них есть некоторая физическая проблема. Не знаю, потому что они Малахим. Вы знаете, что как бы в еврейской традиции, в отличие от... Не знаю. Я не специалист, но тем не менее. Такие ангелочки летают. Там вот у Микуланджела, Рафаэла. Там у Рафаэля, в основном, кубидона. Совершенно не так. Насколько я понимаю, в еврейской традиции, да. Эти ангелы, они роботные. Они выполняют определенные... Как сейчас роботы делают. Они выполняют определенную функцию. Вот здесь эти ангелы, которые внутри земли Израиля. Они не могут выходить в Мехуслаар. Они там не действуют, не функционабельно. Поэтому они дошли до конца. Окей, теперь должны подняться наверх. И должны спуститься другие. Вот такое механистическое описание. Дальше. Вэалу. Вэалу лэркия. Ирду малахей. Худ саларец. Лэлевато. Да, правильно. Да. И поднялись на небо. Ну да. Ну да. Поднялись на небо и спустились ангелы, которые сображдают его за пределами земли Израиля. Ну да. Да. Но только вот ракия здесь, ракия здесь, да. Ракия имеется в виду свод. Ну это то же самое, да. Только в небо поднялись, да. А поднялись в смысле куда-то вот этот свод. Да. Помните, шишаемые брешиты. Там говорится будет ракия, отделю. То есть все. Вот это вот ракия. Ракия это то, что по-русски называют свод или небосырь. Окей. Ну хорошо. Можешь еще дальше прочитать? Ну может кто-то следующий. Ну-ка, я не знаю. Как хочешь, Лёнь. Давай ты. По местам. Ну давай. Ёффи, да. Что? Да, да. Ёффи. Ёффи перусош и Раши. Кедэй лавир это тавкита малахим. Лихьот шумрей Рош. Леяков. Беколь ашер элех. Переведи. Он тут немножко смеется над Рашей здесь, мне кажется. Дальше. Переведи, плиз. Хороший комментарий Раши. Он вообще такой замечательный комментарий Раши. А дальше он немножко покалывает. Чтобы объяснить роль ангелов. Ангелов, которые являются телохранителями. Ну, голово. Голово-хранителями. Ну, голово-хранителями. Да. На иврите типа хранитель, это хранитель головы. Потому что человеку в основном голову надо охранять. Правильно? Голово-хранитель. Голово-хранитель. Лияков. Вы понимаете, вот эта афханата у нас была, помните, была ла-афхин. Ла-афхин, я вам сказал, там, пхтенот, экзамен и все прочее. А здесь афхана. Афхана – это различие. То есть дифференциация, то, что говорится по-русски с английского. Правильно? Мифхен – это мафхина, по-моему. Мафхина – это прабирка, по-моему, насколько я понимаю. Прабирка, да. Окей. Так вот это афханато, в смысле, Раша афханато. Чего от чего? Бейн? Бейн – мандригатов в мира между уровнем охраны. Правильно. В стране Израиля, Бабарас, уровнем охраны за границей. Да, хуль вы знаете. Это хуль – это за границей. В современном виде. Как решить… Сейчас, Лень, молчи, пас. Как расшифровывается хуль? Молчу, молчу. Худс-ларес. Худс – правильно, худс-ларес. Как называть человека, который живет за границей? Наоборот. Приехала за границей, он так называется. Ну, приехал… Приехала за границей в Израиль. Да, он называется хульник. Он называется хульник. Человек, который живет, значит, человек, кто живет в запахахах. Ну, вообще интересно. Где русскоговорящих только так он называется? Что, что? Нет. На иврите. Не, не, почему? Хульник, да. Ну, это неотлично распространенный даже такой сленг. может, который сейчас не очень. Русские суффиксы в рите очень часто используются. Машавники, бусник, гудник. Да, 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 100%. Да. И что, да, но вот мне кажется, здесь Раша, он немножко, не Раша, а Ханан Парат, он немножко так и извит. Раша, если так можно сказать, что он говорит, да, ну вообще Раша нам классно, конечно, объяснил. В чем говорит различие? Я-то сказал по-простому, да, то есть Медра Шраба, я считал, что он по-простому говорит, что они физически ограничены, да, то есть те, которые внутри земли Израиля, они не могут сопровождать, они не выходят за пределы, да, то есть вот у них ограничения. Вы живете здесь, а вы живете, у них прописки нет, там, вы же, а, визы нет, у них нет визы для того, чтобы выезжать в Мехуц-Ларес, да, а Ханан Парат по-другому говорит, он говорит, что уровень охраны, это вот здесь было Медрегат Шмираба, уровень охраны в земле отличается от уровня охраны в Мехуц-Ларес, да, то есть, по-видимому, здесь такая, а там, наверное, должно быть покруче, потому что там, наверное, более сложно, ну, вот что-то такое, ну, по-моему, это немножко так извительно, ну, дальше, Тох, сейчас будет, Тох Афгарат Гаулим Акудним Леюрдим, ну, да, объясняя, что поднимающиеся, и тут... Ну, да, потому что даже привязаны к этому, к поднятию, которое предшествует опусканию, ну, и попутно нам еще говорят про, вот, логику функционирования, как бы, этих малахин. Дальше. Гуфа. 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 Гуфа – это тело, правильно? Ну, это то, что на... Кстати, по-английски, может, это оттуда взято, или наоборот. Вы знаете, по-английски, когда пишут письмо, например, электронное, да, там есть сабджик, а есть бадди, правильно? Бадди – тело, но имеется в виду не тело человека, который пишет, а в смысле, как бы, содержание. Так вот, гуфа на иврите – это то же самое. Гуфа – это инян гуфа. Когда человек тебе рассказывает, он начинает тебе заплетать, и заплетать. И человек может спросить, май, ян, гуфа, ну, о чем вообще конкретно речь? Тахлес, да, но о чем конкретно идет речь? Вот он говорит о гуфа. Да, он говорит, что вообще, он же замечательно объяснил, что вот есть такие разные телохранители, такие телохранители, всякие. Ну, вообще-то, лестницу можно было объяснить? О чем речь-то идет? В чем тут лестница? И дальше он объясняет, а что, говорит, эти самые? Малахим, они что, нужны лестницы, что ли? Я не понимаю. Они что, ногами ходят, как мы, что ли? Вот дальше объясняет. Экс, экс, куким, с Рафэй Мала. Да. Илиазер, бессола, кипне, нос. Переведи, плиз. Для чего нужно... Не, в ЭКИ, разве? Ну, разве, да, хорошо. Разве нуждаются, ну, с Рафэй Мала, ну, ангелы, с Рафэй Мала, он так ангелов называется. Огненные существа. Огненные существа, в лестнице, как люди. А где здесь, а где здесь огненные существа? А вот интересно, вот это я хотел, как раз, остановиться. Вы знаете русское слово «серафим»? Ну да. Ну да, ну да, ну да, Серафим. А, Серафим, огненный, все было. Вешем, Суреф, это Сфатаем, Кенешикат, Сарап. И ее имя, в смысле, имя Иерусалима, да, Суреф, это Сфатаем, сжигает или обжигает, Кенешикат, Сарап. Поцелуи с Серафимом, да, все понял. Да, вот поцелует Купидончика, даже вот что-то очень приятное такое. Да, вот, ой, какой Купидончик идет. Она ведь, что не Купидончик. Серафим, это вообще какие-то огненные существа, которые вообще... Ну все, все, я поняла, просто я думаю, и огненные... Ну да, да, но он просто, где слово вместо Малахим, он объясняет Серафим. В принципе, это то же самое, немножко по-другому. Но идея такая, зачем вообще лестница нужна? Они что, ногами, что ли, ходят? Это непонятно. Ангелы вообще летают как-нибудь. Ну, летают, спускаются, не знаю, у них какие-то летательные приспособления есть. Потому что они не нужны по лестнице ходить. Вы когда-нибудь видны на каких-то картинах, чтобы эти самые... Ангелы, они по лестнице спускаются? Что-то непонятно. Что-то непонятно. Дальше. О, шма. О, шма. Ну, ад, а, циюр. Кидей лекарев, это дворим. Ледер хатева. Вот замечательно. Или же... Ну, это описание, это предназначено. Да, ну ад предназначено, вы понимаете, да? От слова эс. Предназначено это описание, чтобы приблизить, ну... Ну, события, описание. Это описание к природе вещей. Ну, к естественному процессу. То есть, когда человек спускается и поднимается, то ему как-то проще представить себе, если будет, например, лестница. Хотя это не очень понятно. Зачем надо лестницу? Просто ангел спустился и все. Человек вполне себе представляет, что он с неба слетел и все. Не знаю, можно привести кучу примеров из Танаха, где эти самые ангелы, нигде не говорится, что они по лестницам ходят, представляют лестницу для того, чтобы спуститься и передать свое сообщение. Совершенно этого нет. Окей. Ну, тем не менее, говорит, может, это сделано для того, чтобы нам было как бы понятнее. Но лежит на земле, там камень положил под голову, все. Ну, и вот какая-то конструкция, там лестницу приставил туда-сюда. Они ходят. Какая-то некоторая механистическая картина получается. Но это странно, все звучит дальше. Аль-Кур-Хейну. Аль-Кур-Хейну, извиняюсь. Аль-Кур-Хейну. Мак-пиль? Или Мак-капель? Что-что? Аль-Кур-Хейну. Мак-капель. Ну, как бы, внутри себя. Содержит внутри себя. Ас-су-лам. Мессер. Ам-ок. Ш-ля-ц-мо. Переведи, пожалуйста. Не, не, переведи. Аль-Кур-Хейну. Ну, как бы... Аль-Кур-Хейну мы вынуждены признать. Да, да. Ну, как бы, нам нужно признать, что лестница содержит в себе глубокий смысл. Мессер-амок. Ш-ля-ц-мо. Само к себе. Само к себе. То есть, не как представление для механистической картины мира. А в лестнице, в самом понятии здесь лестницы, в нем есть какой-то смысла. Кроме того, что это приставка для того, чтобы было понятно, как происходит движение. Войно-рагон. Да. Войно-рагим цаи амахиша ла-алият амахим в Йорди. Да. Это там. А не только средства для того, чтобы обозначить поднятие опускания ангелов. Ну, опять же, это Абхаша, вы понимаете, что такое. Я вас покинул. Я написал иллюстративного элемента. Вот как бы лестница как иллюстративный элемент, чтобы было понятно. Ла-алият, то есть поднимание и малахим в Йорида-там. Их спускание. Вот это Йорида-там, это их спускание. Правильно? Правильно. Йорида, Йорида, Йорида-там, да? Вот Йорида-там. Я вас брошу. Что-что? Я вас брошу. Я вынужден уменьшаться. Нет проблем. Все, тогда всем привет. Я помню. Смотри в записи, если захочешь посмотреть. Да, да, хорошо. Давайте. Будь здоров. Шаборту. Хорошо. Да, хорошо. Ань, тогда, по-моему, или Тимофей, я уже запутался. Нет, по-моему, ты. Ты давай. Так. Олим, Ваердим, Баяков. О! Поднимаются и спускаются в Якове. Да. О, вот это уже бомба. То есть они поднимаются, спускаются, что они по лестнице, они вообще в Якове двигаются. Как понять, что они не понятны? Так. Мы же могут амука, вымашали асулам, думы шаницэн алиглот алиглот алигфиньян би махлокет хохамим бе берешит раба бе перуш халумьяр. Значит, глубокий смысл этого образа олиглории лестницы как возможно открывается. Нет, можно его подчеркнуть. Ну, подчеркивается, да. Нет, можно его подчеркнуть. Нет, можно его открыть либо подчеркнуть. Открыть все-таки галот. Да, да, да. Открыть в споре, в дискуссии ученодрецов к берешит раба, к перушу, к этому. К перушу, как это, к комментарию. Да, да, да. Так, в ине, амалахэй, вот киму, алимба, альюрдимбу. И вот ангелы Всевышнего поднимаются и спускаются в нём. Да. Так, рэб-рэб-рэб-хи-ехия, вэраби-йёни-эйни. Янай, янай. А, янай, да. Ладно. Так, ну хат, это, видимо, как эхат. Один сказал Поднимаются и спускаются В лестнице Вот она бомба Исходят из этого Я думаю Исхожие с этим Или подобные И доводящиеся из этого Ну да К ее цены Ну опять третья И Всевышний Вот Всевышний Стоит на нем На ком на нем Ну вот над ним Рабихия Эхадамар Алаф Это на лестнице Замечательно Алаф Альяков Да 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 Ого Ваши Бенемшаль О Замечательно По правде говоря Нет Между ними Нет разногласий Поскольку Кроме как Что один Поскольку один Говорит Нет разогласий А А Наоборот Поскольку Один говорит О самой притче А второй Говорит про ее смысл Правильно Потому что Нам может представиться По прямому Когда мы это Прочитали Правильно Что у них есть Махлокет Один говорит Алаф Это Один говорит На лестнице А другой В Якове Опять Онаф Один говорит На лестнице В Якове А он Говорит Нет На самом деле Между ними Нет разницы Потому что Они говорят Про Машаль И Нимшаль Про Алегорию И ее Смысл Потому что Можно сказать Что он стоит На лестнице Да А другой Смысл Эта лестница Она в Якове Ну вот Как бы Такая Скученная Вещь Дальше Сон, который открывается в Якове во сне, это сам Яков. Да, он сам себя видит просто. Ахолом – это Атсмо Ладад. Он как бы видит себя самого Ладада. Ахолем – это Атсмо Ладад. Вот это трудно перейти, но эта идея такая, что он, в общем, как бы видит какие-то фантастические картины. Ахолем – это Атсмо Ладад. Это так часто говорят. Ну, не часто, но это Атсмо и Ладад, в смысле, что он весь погружен во сне. Он настолько погружен во сне, что он как бы теряет, не понимает, где лестница, а где он. То есть мы сейчас видим, что есть такая нормальная физическая картина. Лежит Яков, под головой у него камень, тут стоит лестница, по ней вот такая механическая картина. А нам Ханан Парад, используя Медраши, он говорит, нет, картина не другая. Яков видит некоторую фантастическую картину, которую он не может понять. Он видит некоторую лестницу, которая в нем самом. И вот это вот все движение туда-сюда, внешнему зрителю кажется, что есть лестница, по ней там где-то ходит. А Яков чувствует, что в нем все происходит. Вот такая сюрпризическая картина. Общий вид этой лестницы, это образ, подобие, притча для подобия изображения. Да, человек с большой буквы называется. Вот человек с большой буквы, это и есть лестница. Вот человек, что такое человек? Человек стоит из двух частей. Правильно, у него есть гуф и нашама. Вот сейчас нам объясняют, как это работает. Работа очень простая. Человек-гуфа у него находится где? На земле. А нашама связана с верхом. Как она должна быть связана? Ну должна быть лестница. Вот лестница, это и есть... Вот лестница, это дмут человека с большой буквы. То есть он находится на земле, а душа его связана с небесами. И вот там эти самые так вот ходят, еще все вышли. Вот как бы такая картина получается, мистическая. Интересно. Так, теперь Тимофей передаем. Давай Тимофей, да. Да, спасибо. Чем дальше, тем круче сейчас будет. Да. Человек, тело его, а не что. Посмотри, опять вот это вот гуфа, гуфа, и это опять, это по-русски правим себе по существу. А человек по существу, ничто иное, как... А, окей, ничто иное, как лестница, поставленная... На землю. Человек, это лестница, поставленная на землю. Человек соединяет небо, небо и земля соединяются через человека. А человек, это не та самая лестница. Окей, дальше. Нишмато. Да. Шейна, хелек, халуа, мималь. Да. Ярда, арца. Вот переведи этот кусочек. Переведи, может, этот кусочек. Душа его, она часть... Элуя, элуа. Которая божественная часть. Его душа, эта часть божественная, которая над ним, правильно? Она над ним. Да, нормально. Дальше. Ярда, арца. Ярда, арца. Нишмей, шмей, кедем. Да. Нишхон, бевати, хомер, ашерб, афар, есудам. Да, все, все, мы сейчас все разберем. Это вот, да, все достаточно понятно. Так вот, говорится, Нишмато. Да, Нишмато. Его душа, которая представляет собой божественную часть, которая над ним. Да? Да. Дальше. Ярда, арца. Спускается, да, на землю. Мишмей, шамай, в смысле, с небес, высоких небес, но как тогда? Мишмей, шмей, кедем. То есть, из, ну не знаю, из высоких, изначальных небес, да? Спускается. Лишко. Лишко это обитать, правильно? Где обитать? Да. Чтобы обитать в доме моем. Батей-хомер. Батей-хомер это место обитать в материальном существе. Батей-хомер, хомер, да? Хэмер это вообще клина. Это все идет вот от Адама и вся эта история, да? Батей-хэмер, вот эта божественная часть, распускается обитать, вот, ну, по-русски бренное тело. А здесь это имеется в виду вот в этом материальном образовании, которое называется гуф. Дальше. Которое в чем его основание? Основанием которых это прах. Прах, правильно, молодец, правильно. Вот этот бейт-хомер, бейт-хомер основал его в прахе. Человек из праха сделал. Ну, даже он возвращается вообще-то, да? Дальше. Ах. Что такое ах? Ах всегда отрицает все, что было до этого. Ну, ах это аваль, только сильнее. То есть, это очень сильное но. 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 Верушо магия. Арушо магия шамая. Да? Да, и головой его поднимается на небо. Но достигает. В общем, вам достигает. Про что это сказано? В нашем, в нашем взбираемых кусках, про что это сказано? Ну, про лестницу. Ассула муцаф арца верушо магия шамайма. Лестница стоит на земле, а это он говорит. На самом деле, на самом деле, калегория-то какая? Что человек, который из праха, божественная часть, у него спускается сверху. Она находится в бренном теле, да? Арушо, арушо. Вот теперь какое арушо? Мы же говорим, когда это всегда в третьем лице, то непонятно. По прямому смыслу, эта лестница достигает неба. А потому, как мы идем по мидрашу, это Рошо. Это голова человека, то есть голова Якова в данном случае. А он вообще говорит, что Яков здесь это прообраз человека с большой буквы, да? А голова человека с большой буквы, она достигает небес. Вот это вот такой, вот это вот настоящий смысл, как читает канон Парат. На мой взгляд, очень интересно. Дальше. В силах его поднять голову его и подняться. Мало-мало. Правильно. Куда? К Всевышнему Богу. К своему Богу поверить, да? Настоящему. Стоящему над ним, да? Да. Дальше. Векорэ лё. Да. Лэшорэш. Нишното. Умакор. Хаяр. Да. И говорят ему. Нет, корэ, вон в случае призывающий его. Всевышний стоит наверху. Человек вот тянется головой, пытается достать небо. Правильно? Да. А Всевышний, он его зовёт. И что он ему говорит? Корэ, ло. Что Всевышний его призывает сделать? Подняться к корню души его. Правильно. И источнику жизни его. И источнику жизни, да. Всевышний, что значит, стоит? Ну, это, в общем, примитив, что он стоит на лестнице. Вообще не может быть. Всевышний, что не нужно леститься, как ангелам. А Всевышний наверху над ним расположен. Он говорит, давай, тянись, дорогой, тянись. Иди туда наверх, где Макор Хаяф, где корень твоего нашмато. Вот это такая идея. Дальше. Кедиврей. Кедиврей Акату Бетейлим. Да. В соответствии со словами, как написано, Бетейлим. Так, в скобках. Цаде Гимель. Да. В случае от Цаде девяносто. Девяносто три. Девяносто. Девяносто Псалом, третий. Тихо, правильно. Тешеф Энош Ат Дака. Правильно. Томер Шувуб Ней Адам. Ну да. Вот перевод такой. Телем всегда трудно переводить, да. Перевод такой. Доводишь ты человека до изнеможения. Ну а Дака, вы знаете, Дака слово, от этого слова, такое тяжелое слово Дикаон. Дикаон, наиболее, это депрессия. Говорится, они не Бетикаон. В современном сленке говорят, так вот, эти молодежь, там, дети говорят, они бы дикие. Бы дикие, значит, я бы Дикаон вообще, не трогай меня. Окей. Ну, в данном случае, конечно, доводишь ты человека до изнеможения. Дальше. В эту маршруб Ней Адам. И говоришь, возвратись в сыны человеческие. Ну, там, как бы, идея такая, что человек обычно возвращается к Всевышнему, когда он, к сожалению, находится в трагическом состоянии. Вот тогда, когда он уже все в конце, вот тогда он начинает головой подниматься наверх. Это такая, как бы, идея. Но Ханан Парад это приводит для того, чтобы сравнить нам опять эти две части. Дака это совсем вниз, человеку уложить просто окончательно. А вот в тот момент, когда он, как бы, уложен окончательно, вот он начинает возвращаться обратно туда, как бы, наверх. Дальше. Вэхэн. Вэхэн, Квар, Берешит и Цират, Адам, Неймар, Лар. Да. Так. Вэхэн, Квар. И приготовлено уже. Нет, Вэхэн, Квар, и вот действительно уже. Ахэн это действительно. А то это, как бы, слово Кен и плюс еще Аллах. Вэхэн. И да, действительно. Квар, Берешит и Цират, Адам, Неймар, Лар. Уже в начале. В начале создания человека. Да. Сказано о нем. Да, самое начало книги Берешит. Да. Вэцэр, Ашэм, Элхим. Это Адам. Ахар, Мин, Адама. Ну да, всем известно, да. Да, и создал Всевышний Человека. Прах земли. Прах земли, да. Вэйпак бэ паф, Нешмат Хаим. Да. И вдохнул в... Правильно. Ну, в ноздри, да. В ноздри его душу жизни. Правильно. Вэй и Адам, Ленефиш Хаян. Ну да, но это очень сложные стихи, но они нам сейчас помогают опять поднять вот эту гихотомию о том, что сотворенность праха, а с другой стороны, в нем находится божественная часть, которая... Душа, которая была ему вдохнута в его нос. Но опять, вот это вот, да. Вот это так было создано. То есть мы идем к изначальной конструкции. Изначальная конструкция стоит как минимум с двух половинок, да. Это прах земной, да, на котором стоит лестница. А с другой стороны, это вот Нешмат Хаим, то есть душа жизни, которая была вдохнута. Я не знаю, по-русски не очень правильно сказать, но и понятно, да. Окей, а теперь дальше человек продолжает дальше жить. А вот дальше начинается идея этого сулама, который в человеке. И мы можем как-то эти две части соединять. Одна была сверху, другая снизу. А человек – это тот, который соединяет верхнее и нижнее через... Нижнее с верху через вот этот вот самый сулам. Вот такая красивая картина. Да, дальше. Убихибур-Зе. Убихибур-Зе. И в соединении этом. Шебейн нишмат эллоа мималь вейн афар мин аатама метахат. Правильно. Значит, в этом соединении, которое между душой Всевышнего сверху. Между прахом с земли снизу. Правильно. Науц. Науц. Науц мы с вами у нас говорим. Науц – это воткнут. На отца. На современном виде еврей на отца – это означает какие-то подстрекательские речи. Когда человек против кого-то очень круто выступает. И он пытается его как-то уколоть и очень его задеть. Понимаешь? Ну, не знаю, загнобить это подходит к этому или нет. Поэтому науц – это воткнут. Дословно, воткнут – это просто сказать «находится». Но это не просто «находится». Это «воткнут». Он там как бы расположен, находится. Я написал «кроется тайна». Кроется тайна. Ну, отсюда сулям амехабер руах вахомар. Да. Что кроется тайна. Лестницы, объединяющие дух и материю. Да. Шамаем варец – небо и землю. Ну, это синонимы, да, дальше. Эль-йоним ватахтаним. Верхний и нижний. Верхний и нижний. Да. Ну, совершенно не к теме, совершенно не к месту. Просто для того, чтобы мы приводим себе в сравнение, да. Насколько иврит, он язык высокий, язык как бы разговорный. Что такое тайна на современном иврите? Ну. Слушатели, которые будут нас слушать израильтяне, будут сейчас улыбаться. Что такое тайна? Ну, труселя вообще, трусы. Ну, трусы на иврите называются. Серьезно? Ну, конечно, да. Ну, как бы нижний называют. А откуда? А эль-ю-ним. А эль-ю-ним такого нет. Эль-ю-ним такого нет. Нет-нет-нет, да. Например, женская, я не знаю, женская, предположим, одежда называется нижнее белье, правильно? Называется что-то такое тахтона, да? А что такое улам-тахтон на иврите? Улам-тахтон – это не нижний мир, это уголовники. Называется улам-тахтон. Кошмар. Да. Кошмар, да, правильно. А вот здесь вот, да, поэтому, видишь, как все это очень связано. Окей? Мы хорошо, почитаем еще чуть-чуть. А там кусок большой. Ань, ты хочешь, хотите еще прочитать кусочек или нет? Да, ну, чуть-чуть кусочек, да. Ну, что-то давай, ну, читай дальше. Так, Ирина, ты только нас слушаешь, правильно? Поэтому я тебя не задействую. И ты не обижаешься. Окей. Когда захочешь читать, скажи. Ань, читай. Ам-нам. Ам-нам. Ио-шеф-эл-эким а-ля-арет. Да. Реально, действительно, Всевышний обитает. Ну, обитает, да, живет на земле. А вообще, реально, чтобы Всевышний мог быть на земле. А-ля, да, обитает. Да. А-ля-шеф-эл-эким а-ля-т. 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 То есть, освещение для лучшего понимания, скажем. А-ля-т. 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 Для, так сказать, освещения вещей. Да. По-русски всегда трудно сказать. Есть даже специальный такой тепис, церемоний. Это ханука-табай. Когда человек что-то такое новое делает. Ну, хорошо. Освещение дома. По-русски переводится освещение. Хотя здесь никакого слова кадош нет. Но тем не менее, не подобрать этого слова. Да. Значит, давайте вглядимся в молитву царя Шлома во время освещения храма. В начале молитвы этой Мациф как это утверждает, провозглашает Шлома. Ну, вопрошает, я написал, да? Вопрошает, значит, ну как это, просьбу, просьбу, шейла. Ну, кэвет, ну как это? Ну, кэвет интересно, непонятно вообще. Кэвет от слова накива. Накива – это особь женского рода, скажем так, да? Вот. Когда вы выходите в автобус, то вам делают накув. Или там раньше было. Сейчас такого уже нет. Сейчас прикладывают все, как бы, аппликации и все. Но раньше были такие толщики. А, компостировать. Компостировать – это не кэвет. Ну, как бы пробитывает, да, грубо говоря. Пардон за физиологию. А на иврите шейла, но кэвет – это настойчивые вопросы. Значит, вопросы, которых не уйти. Вот, например, трагедия, которая произошла в Израиле 7 октября, правильно? А вот сейчас говорят. Есть шейлот, но квод. То есть есть вот эти настойчивые, упорные вопросы, которые народ спрашивает. Как армия могла такое допустить? Вот это называется шейлот, но квод. То есть это не просто шейла, когда человека припирают к стенке. Говорят, давай ответ. Все. Нельзя уйти от ответа. Это шейлот на квод. Вот Шлому Амел издает такой вопрос. Во время освящения. Во время освящения. Волитвы, да. Во время освящения. Ки аумнам яшафылу, ки малярац. Воистину ли Бог обитает на земле? Ну да. Мушмай ашамам лох и халкелуха. И халкелуха, да. Видите, небеса и самые-самые небесные небеса, не, так сказать, и тебя как бы, ну… Они перевели не вместят, хотя сырье на видео кавкала – это экономика. Не обеспечивают, не обеспечивают себе. Ну, не вместят тебя так они перевели. Ну, хорошо. Ахки Абайтазе Ашер Банити. А уж тем более этот дом, который я построила. То есть Шлому Ахам Микол Адам, вот он задает такой вопрос. Если я построил, я построил совершенно роскошный храм. Но при этом, когда он все построил, по идее, да, должен был бы отойти и сказать, ох, какой Адамину построил, какой вообще кайф. Ну, понятно, Всевышний будет обитать. Вот и мраморы, кедры, вообще просто все построено, величное здание. А Шлому задает Шеннаду свой вопрос. Он говорит, ну как, я вообще не понимаю. Я построил это самое. Он смотрит. Совершенно замкнутая пространство. Он говорит, ну как Всевышний может там обитать? Всевышний, это он говорит, шмей шамай, блой колылуха. То есть небеса, небески они могут вместить. А уж тем более эту коробку, которую я построил. Она и величественная. Вот этот вопрос, как на него ответить? Непонятно. Дальше. А у нас все что-то говорили. Что это было? Каям. 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 Каям Кэшер бэйн элэльйон, увэйн, а мы свеут гэээруда. Молодец. Это реально, действительно, поистину ли, спрашивает Шлома, есть ли существует связь между Богом Всевышним и между низшей реальностью? Приземленной человеческой реальностью. Приземленной, ну да. Еруда – это приземленная низменность. Когда, например, говорится, человек себя ввел недостойно, говорят. Иднаагут – еруда. Еруда – это означает, ну вот как есть возвышенное, а есть, соответственно, от возвышенного антоним. Правильно? Антоним – это еруда. Ну, опять, от слова ларега, в смысле спускаться. Мецюта – еруда, то есть вот это принизменная ситуация или вот эта ситуация, в которой живут как бы люди. А, я сказал, приземленной человеческой реальностью. Окей. Да, мецюта – это реальность, правильно? Да, мемела – гаэм ешта. Умемейла – ну это как бы слово такое традиционное. В любом случае, в любом случае, гаэм ешта ам лэ камэд. Лэ акамад. Лэ акамад. Лэ акамад. Лэ акамад, не кдаш? Лай. А лэ адамот. А лэ адамот. А лэ цепия, ки тэсра, тэсара, тэсара. Правильно, тэсра, тэсра. Хина, тэсра. В любом случае, ес лі смысл… Нет, мемела, я думаю, даже более того. Мемела – это более того. Он говорит, как такое может быть, да? Более того. А более того, он говорит… Устанавливается храм на земле. Нет, подожди. Аим ешта. Что такое аим ешта? Есть ли смысл? Правильно, есть смысл в чем? Лэ акамад, дословно, в установлении. Установлении храмикдаш храма а лэ адамут на земле. Ну, земного. А лэ адамут, значит, что он стоит на земле. А лэ адамут – это земного, да. А лэ адамут – это земного, да. В элэ цепия и в элэ цепия, и в ожидании… Правильно. Ки тэсану тэсра, как что воцарится в нем шхина. Правильно. Какое современное слово, а слово вот здесь вот тэсра? Какое слово? Ну, как на современном иврите называются, хотя это взято из тонахической ивриты, как называют, как зовут министра? То есть министерство, то есть как называют? САР. САР Атейрут. Это кто такой? Сара Калкала. Сара Митахон. Ну, все Сари, кто это такие? САР Бритих, который без портфеля. Ну, да, это министр, правильно? Окей. И, кстати, от этого же вы помните, да, вот САРАЙ, которое было слово, которое имя было изменено на САРА. САРА, 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 САРА – это непонятно что. А САРА, САРА – это ЛИСРОТ. ЛИСРОТ – это означает как бы править от слова министерствовать. Окей? Так вот здесь тэсра, тэсра, в смысле что? В нем будет, ну, как бы, ну, располагаться. Здесь, по-видимому, такой смысл, да? Пребывать я написал, да? Тишрэр. Да. АТШУВАТ – ИГИДУТ. АТШУТ – ШУВАТ, АЯДУТ. Единственный, как это, ИАДУТ? Не-не-не-не, ИАДУТ – это иудаизм. Ответ иудаизма. А, еврейский ответ. Ну, еврейский ответ, правильно. Еврейский ответ – ВНИГУТ на философию АИВАНИТ. Да. А ГОРЕСЦ – противоположность греческой философии ШЭЙМ. Нет, что такое ГОРЕСЦ? Что такое ГОРЕСЦ? Я забыл, я забыл. Утверждающий. ГЕРСА – это ВЕРСА. А, утверждающий. Утверждающий. ШЭЙМ АЭЛОА МАКИР ОТХА, 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 ВАЙНО, ЕДЭА, КОВАНАТЕЙХА, ОТХА, ОТХА, ОТХА. Ты, в общем, не знаешь твоих намерений. Да, ну, то есть, грубо говоря, какое дело Богу-то твое, ты не червяк там, ползаешь по земле, правильно? Ну, какое ему дело до того? Он в небесах обитает. Что ему дело до этого, понимаешь? Это когда говорят. Есть же понятие, как бы, Ашгаха, правильно? Центральное понятие еврейского иудаизма. О том, что есть Ашгаха. Ну, да, а как бы, ну, так, здесь он все утверждает. А там, ну, там говорят, что Богу нет дела до чего-то с людей слишком. Нет дела человеку, он высоко в небесах, они занимаются своими разборками, да, там, Бога занимаются своими разборками. А что ему делать? Что Зевсу до меня червяка? Ну, понятно, что нет. Он что, ему есть дело до того, как я себя веду, или что со мной происходит? Это из Кузари, правильно? И Ине? Да, Кузари Мамаришон. Да, 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 да. Так, Ине, Ки, Ахен, Ешефа, Луким, Аляар. А, да, что Яков отвечает? И вот, поэтому, Ива, Ки, Ахен, поэтому, и поэтому, и живет Всевышний на земле, обитает, и поэтому, Ешефа, Бог в этом месте, как я говорю. Ну, да, Ахен, Ахен, а он говорит, нет, нет, действительно, не так, как говорят греки. То есть, Яков после всей этой картины, которую он, как бы, нафантазировал, грубо говоря, когда он его увидел, он настолько прочувствовался, да, что он дает ответ, а дает ответ на то, что спрашивал Шла Муамару. Он говорит, Ки, Ахен, да, действительно, Ешеф, Луким, Аляар, он говорит, вот ответ, действительно, Господь обитает на земле, Нишма и Шамайма на земле, я это видел, я это почувствовал, все. Он дает свой ответ, вот его ответ, да, и что он после этого говорит? Так, ну, теперь, если может, Тимофей почитает. А вот это вот переведи, В, Ахен, Еш, Ашем, Б, Ахен. Ну, поэтому есть Бог вместе и на месте. Да, и он назвал это место быть, да, вот это, вот это еврейский ответ. Ну, хорошо, давай, Тимофей, вот этот вот кусочек прочитаем, и все, на этом-то разокончим сегодня. Хорошо? Да. В, А, Та, Ре, Гам, Ре. И тогда видишь... Ре, Гам, Ре. И вот теперь посмотри, вот оно, вот оно, когда все, любое повторение, это усиление, правильно? Ре, Гам, Ре. Действительно, посмотри вообще, да? Да. Деврей, Тура, Им, Ям, Б, Маком, Ахат, Асерим, Б, Маком, Ахат. Б, Маком, Ахат, да. Шлава Туры. А, я тебе скажу, я это нашел. Ашерим, богатый тут. Это Аниим, да, Ашерим? Это бедный, бедный и богатый. А теперь посмотри. Деврей, Тура, Аниим, Б, Маком, Ахат, Б, Ашерим, Б, Маком, Ахэ. Что это означает? Это означает, что иногда Тура говорит очень скупо, правильно? А иногда она говорит очень пространство. Богатым. Да, пространство. Пространство. Вот пространство, да. Это вот означает Аниим, Б, Ашерим. Дальше. Бесефер. Бесефер, Деврей, А, Ямим. Значит, книги-хроники. Да. Носфо, Штэй, Милим, Работ, Мишма, Машмаут. Да, правильно. Добавляются два слова. Добавляются или были добавлены, прошедшие веки. Были добавлены два слова. Рабат Машмаут. Значит, Рабат Машмаут. Много значительно. Много значительно. Да. Дальше. Латфилат Шлема Шебе Малахим. Нет, Шлема. Латфилат Шлому. Шлому. Шебе Малахим. Да. Молитвы Шлома, которые в книге... Знаете, все время сравнивается, что говорится в одном месте, а в другом месте. Там это у нас было из книги Малахим, правильно? Да. А здесь в другом месте добавляются. Всего два слова, но они очень важны. Какие-то слова. Читаем. Что действительно обитает Всевышний на земле. Сравните. Сравните. Сейчас сравним. Смотрите, здесь было написано. Скажите мне, какая разница. Значит, здесь первоначально было... Это Адам. Правильно. О, да. Очень важный. Здесь Шлема спрашивает. Что действительно... Всевышний может как бы находиться, обитаться на земле. Да. А вот это был знак вопроса, правильно? А утвердительный ответ какой? Всего два слова добавились. Какие? Кеаумнам нешеф иллоим. Это Адам. С человеком. О. Опять возвращаемся. Какой идеи? Человек – это лестница. Человек – это соединяющий элемент, правильно? В этой конструкции. Окей? Дальше. Вот это последнее. У веках Афха Ашела Летмия Шеги Меткаемет. Правильно. Таким образом переворачивается вопрос... Ну, превратилось, превратилось, да, как угодно, да. У утверждения Летмия. Да. Шеги Меткаемет. И так вопрос превращается в желаемое утверждение. Летмия – это такое изумление, то, что по-русски. Не просто удивление, а изумление, да. Потому что Афта Афта – это сюрприз, удивление. А Тмия – это человек, у него нет ответа. А вот сейчас получилось, что вопрос, на котором, с вашего слова, у которого как будто бы нет ответа, да. А вот сейчас получилось, что есть ответ, да, который Меткаемет, который, как бы, имеет право на существование. Человек – это тот, который соединяет, дает возможность Всевышнему обитать на Земле. Вот такое революционное утверждение. Окей? Ну, хорошо. Остановимся на этом. Беседер. Беседер. Здорово. Остановляю запись. Сабаба. Ну, по-моему, отлично почитали. Вы молодцы, очень здорово продвигаетесь. По-моему, замечательно. Да? Однозначно. Да. Да, по-моему, это вообще одна из самых, честно говоря, одна из самых статей Ханан Барата, которая произвела на меня в свое время, и вообще каждый раз, когда я перечитываю, очень сильное впечатление. Понятно, что он как бы не сам, грубо говоря, все это придумывает, он берет из мездрашей, но тем не менее, по-моему, великолеп. Мне это дико понравилось. Окей? Хорошо? Окей. Все? Тогда шабула топ, все рот ту лот. Да. Да, шабула топ. Давайте, ребят, замечательно. Вот и выложи, пожалуйста. Конечно. Да, все выложу. Все поставлю. Я просто, честно говоря, не успел. Окей? Ну, хорошо, все. Спасибо вам. Замечательно почитали. Очень вдохновляющая статья. Все. Всем счастливо и пока. В следующий раз будем разбирать Штензальца. Сейчас, правда, у нас пойдет. Ну, может быть, да, ты просила, Аня. Может быть, не будем уходить от лестницы, а чуть-чуть тоже в этой же пароше посмотрим вокруг этого. А не будем уходить, потому что иначе будет разрыв между ними. Окей. Ну, хорошо. Всем счастливо и до свидания. Пока. Пока-пока. Да, пока. Пока-пока.